Перед началом скажу то, что у меня есть свой телеграм-канал, в котором я деюсь новостями по игре Бравл Старс, а также рассказываю вам про свою жизнь. А также у меня есть телеграм-чат, в котором вы можете переписываться с моими подписчиками. Ссылка на канал и чат будут в описании. Among Us. Игра, созданная в 2018 году некой студией Inner Sloss, которая стала популярна только в 2020 году. Что же с ней сейчас? Что с её разработчиками? И какая у неё история? Всем здарова, с вами Вейд. И сегодня я хочу поговорить с вами про такую игру как Among Us. Рассказать что с ней сейчас, сравнить её с тем, какой она была раньше и высказать по этому поводу своё мнение. Начинаем! Для тех, кто не знает, вкратце расскажу, что нужно делать в Among Us. Группа человек появляется на одной из пяти карт, и среди них есть несколько предателей. Задача мирных их вычислить или же выполнить все задания. А задача предателей убить всех мирных, подставлять других, а также делать всё, чтобы их не вычислили. Давайте сначала узнаем, как же всё-таки Among Us появился. Как я уже сказал, Among Us был создан в 2018 году студией Inner Sloss, которые ранее разрабатывали игры Dicto China и дополнение к ней Dicto China 2. Inner Sloss и раньше создавали игры, но до релиза добрались только эти трое. Ну так вот, в 2018 году Among Us выходит, и он получился очень сырым, в нём было много багов, и его часто дорабатывали. Из-за всех этих багов в него толком никто не играл. Но, вот настает 2020 год, коронавирус, все сидят дома, я больше ничего не придумал. И вдруг с бешеной скоростью Among Us набирает популярность. Хотите узнать, с какой скоростью? Более 60 миллионов человек скачало Among Us за 2020 год. По игре снимают видео, делают моды, анимации, мемы. Игра развивается, команды разработчиков становится больше. Но если зайти в Among Us сейчас, то в нём уже не так много игроков. Но почему? Сейчас расскажу. Если сравнивать Among Us в 2020 и Among Us сейчас, то он стал намного лучше. Добавили новые вещи для кастомизации персонажа, добавили новые текстуры, новые анимации, новый игровой режим прятки, новые карты, просто дохренища всего добавили. Да даже если взять то же самое начальное меню, то оно кардинально изменилось, стало лучше в дизайне, в нём стало легче ориентироваться, оно стало ну просто офигенным. В игре стало больше общедоступных предметов, теперь чтобы у тебя был какой-то костюм, тебе не обязательно донатить в игру. Появилась куча новых ролей, по типу инженера, учёного или же например оборотня. Новые карты Airship и Fungle. Функция добавления людей в друзья, так что теперь вы можете отправить человеку приглашение в вашу комнату, и он может спокойно к вам зайти. Ещё добавили много-много всего. Но главная проблема Among Us в том, то что это всё добавляется очень редко. Например, когда в декабре 2020 анонсировали карту Airship, её очень долго ждали. И вот спустя 3 месяца в марте, они её наконец-таки выпустили. В этом одна из главных проблем Among Us. Разрабам надо было хвататься за выпуск частых обновлений во время хайпа игры. Но к сожалению, даже тех обновлений, которые разрабы выпускали, не хватило для того, чтобы удержать огромную популярность у игры. И буквально там под конец 2021, Among Us уже практически не был популярен. Но всё же, как я уже сказал, Among Us стал намного лучше. Как раз таки из-за новых ролей, новых карт и так далее. Это всё дополняет Among Us и делает его намного лучше. И я надеюсь, что когда-нибудь Among Us вернёт свою популярность. Вот такой вот небольшой видос получился. Если он вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я иду к отметке в 700 подписчиков. Заходите в телеграм-канал. Ну а с вами был Вейд. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok